Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я попытаюсь разблокировать смартфон Nokia TA1322, он же Nokia 1.4. Сложность разблокировки этой модели заключается в том, что в этом аппарате нет меню рекавери. Соответственно, нельзя сбросить настройки до заводских. И на данный момент разблокировать можно, либо обратившись в авторизованный сервисный центр Nokia, или использовать программаторы типа EasyJetag. Приступаем к разборке. Извлекаем лоток для сим-карты. Отщелкиваем и снимаем пластиковую крышку. Выкручиваем все винты в верхней части смартфона. Снимаем защитный кожух над материнской платой. Подключаем шлейф аккумулятора. Отрываем медную фольгу, которая удерживает шлейф дисплейного модуля. Отключаем шлейф дисплея. Выкручиваем винт, удерживающий материнскую плату. Отстегиваем фиксатор шлейфа кнопок громкости, а затем отключаем этот шлейф. Извлекаем материнскую плату. Отсоединяем все камеры, чтобы не мешались в том числе и фронтальную камеру. Над процессором и флеш-памятью есть металлический защитный экран. Он держится на защелках. Его нужно снять. Под ним находятся нужные нам контакты. Data 0 и CLK. Контакт CMD находится на обратной стороне материнской платы. Также не забудьте припаять проводок к любому металлическому экрану. Этот провод нужно припаять к контакту GND на колодке EasyJetac. Затем нужно вставить материнскую плату обратно в корпус. Подключить межплатный шлейф и подключить кабель microUSB в разъем зарядки смартфона. А второй конец подключить или к USB порту компьютера, или к зарядному устройству. Тем самым мы подадим питание для флеш-памяти. Обмен данными между флеш-памятью и G-Tag будет происходить через припаянные провода, минуя процессор смартфона. Вот так выглядит готовый результат. В программе Z3X и MMC Manager нужно выставить такие же настройки. Затем нужно кликнуть по кнопке Connect to EasyJetac. Если все провода припаяны правильно, то появится вот такой лог. После этого переходим во вкладку Tools. Сначала кликаем по кнопке Universal Factory Reset. Программа предупреждает, что все пользовательские данные будут удалены. Затем нужно кликнуть по кнопке Reset Google FRP. После этого нужно отпаять провода, частично собрать телефон и включить его. Аккумулятор должен быть заряжен минимум на 20%. Подключаем шлейф дисплейного модуля. Подключаем шлейф кнопок громкости и включения. Запускаем смартфон. Появится анимация с надписью «Удаление». Первая загрузка будет долгой, около 5 минут. А дальше все просто. Со всем соглашаемся и нажимаем «Далее». Мои контактные данные есть в разделе «О канале». Это все, что я хотел показать вам в данном ролике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. В комментариях задавайте вопросы. Всем удачных ремонтов. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.